День с толком Кто смогли выехать из России? Кто остановил транспортировку редких птиц? И для каких целей их похищают? Баскетболисты против журналистов. Как прошел товарищеский матч в Барнауле и был ли прессинг? В Бийске произошло крупное ДТП. Пострадали 10 человек. Пассажирский автобус, который следовал по маршруту Барнаул-Белокуриха, столкнулся с большегрузом. Авария произошла под трамвайным мостом на улице Казанцевых. На место столкновения направили три бригады скорой помощи. Двоих пострадавших доставили в больницу. Сейчас причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. А между тем, по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа, будет проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. И к другим темам. В ближайшие пять лет Алтайский край получит инвестиции размером почти в 800 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор региона Виктор Томенко. По его словам, власти находятся в постоянном контакте с предприятиями, которые уже реализуют какие-то проекты в нашем регионе или только собираются это сделать. Таким образом, край сегодня сопровождает более 70 крупных проектов. А это инвестиции более 200 миллиардов рублей. Для примера, губернатор назвал одни из самых значимых проектов. Например, компания «Сибирь Полиметалла» наращивает добычу полиметаллической руды. На это планируется вложить более 10 миллиардов рублей в ближайшее время. Также 10 миллиардов составят инвестиции в Меланжевый комбинат. Вложения пойдут и в Михайловский район. Там планируют запустить завод по производству соды. Синоптики предупредили о похолодании. На выходных ожидаются дожди, грозы и усиление ветра. Поэтому в Барнауле весьма кстати стартовал отопительный сезон. В администрации накануне обсудили готовность объектов к подаче тепла. На особом контроле медучреждения, школы, детские сады и другие социальные учреждения. Тему продолжим в следующем сюжете. Границы, поликлиники, все медицинские учреждения, которые есть, акты готовности получили. Отопительный сезон стартовал. Накануне 21 сентября тепло начало приходить в квартиры барнаульцев и в социальные учреждения. Акты готовности получили почти 90% многоквартирных домов. Так, сегодня система теплоснабжения заполнена более чем в 2,5 тысячах домов. Во всех образовательных организациях и в учреждениях здравоохранения. Готовность к отопительному периоду накануне обсудили в администрации города. Мы приняли решение, что запуск этот будет у нас иметь заявительный характер. Все это зависит в том числе от температуры наружного воздуха. Но заявки, объекты, социальные объекты могут подавать в барнаульскую теплосетевую компанию, подавать заявки. Жители должны обращаться в свою управляющую компанию и в ТСЖ. В ближайшее время заявок должно быть больше. На выходных ожидается понижение температуры и дожди. На совещании также обсудили состояние сетей теплоснабжения. Ремонтные работы на участках почти завершены. Пять участков остается в работе. Улица Брестская, улица Молодежная, напротив драмтеатра и Павловский тракт. Завершение работ в металле – конец сентября, 30-е. И с 6 октября до 15-го мы планируем работать по полу, вот взлетной, в сторону Павловского тракта. На запуск теплоснабжения эти перекладки не влияют. Если тепло так и не дошло до вашей квартиры или вы столкнулись с другими проблемами при запуске отопления, сначала необходимо обратиться в УК или ТСЖ. Если и там вам не смогут помочь, то в диспетчерскую администрации своего района или в диспетчерскую службу СГК. Ирина Корчагина, День с толком. Восемь краснокнижных птиц-соколов-балабанов едва не вывезли из России. Контрабанду пресекли алтайские и омские пограничники. Накануне в Министерстве природы Алтайского края рассказали, какую работу ведут по сохранению популяции редких видов птиц и животных. Валентина Аскерова продолжит и как раз объяснит, при чем здесь арабские шейхи. Сколько там голов? Восемь штук. Куда везете? Из-за кусты. Восемь соколов-балабанов были спрятаны в тайнике под пассажирским сидением автомобиля. Незаконно провести краснокнижных птиц пытался иностранец. Он следовал из России через пункт пропуска в Омской области. В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело. Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов. Соколов осмотрели орнитологи. Птиц поместили в эколого-биологический центр. Сейчас выясняют, есть ли среди похищенных особей из Алтайского края. А между тем, специалисты региональной Минприроды отмечают, что ценных птиц регулярно вывозят с территории Российской Федерации. И через другие страны продают арабским шейхам. Стоимость на аукционах одной особи исчисляется десятками и даже сотнями тысяч долларов. Естественно, браконьеры к ним проявляли очень большой интерес. И мы столкнулись с такой ситуацией, что порядка 2014-2018 год численность этих видов животных у нас на территории, не только субъекта, но и соседних регионов, она испытывала прям критический такой уровень. Незаконная добыча соколов в Алтайском крае на протяжении 10 лет носила массовый характер. Благодаря регулярным рейдам в места обитания ценных животных, двустороннему взаимодействию сотрудников Минприроды и пограничной службы, а также ряду дополнительных мер удалось стабилизировать численность ценных птиц. Мы делаем татуировки на этих птицах с надписью «Сос». И при даже отлове не в Алтайском крае, если эта птица в результате, естественно, миграции попадает на другую территорию, а там отлавливается браконьером, значит, она непригодна для дальнейшей реализации. Эта надпись, татуировка, она уже есть, и птица теряет свою ценность. За одну птицу-сокола ущерб государству оценивается в 1 миллион 200 тысяч рублей. Ответственность за контрабанду, отлов, продажу предполагает до 8 лет лишения свободы. И наверняка стоит сто раз подумать, прежде чем лишать неволи краснокнижных птиц. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае экс-начальник районного РЭО ГИБДТ купил на взятку велосипед. Далеко на нем уехать не получилось. За превышение должностных полномочий на сотрудника госавтоинспекции завели уголовное дело и обвинили в превышении должностных полномочий. В прошлом году начальник регистрационно-экзаменационного отдела получил через посредника взятку от жителя Благовещенского района, которого ранее лишили прав. В свою очередь сотрудник ГИБДД посодействовал успешной сдаче экзамена, необходимого для возвращения прав. Причем инспектор дал указание посреднику купить ему на перечисленные деньги велосипед. Кроме того, следователем Следственного комитета установлен еще один факт превышения обвиняемым в своих должностных полномочий. В 2021 году он обеспечил своему знакомому сдачу теоретического экзамена, сообщив правильные ответы на вопросы билета и оформив заведомо подложный экзаменационный лист, фактически не проверив уровень знаний в области правил и безопасности. Действия обвиняемого пресекли сотрудники управления ФСБ, а также специалисты МВД. Суд по ходатайству следователя заключил обвиняемого под стражу на дорогостоящий автомобиль должностного лица наложен арест. Обошел 2000 конкурсантов. Герой нашего проекта «Я раскаиваюсь» осужденный Алтайской колонии победил во всероссийском конкурсе песни среди осужденных «Калина Красная». В этом году музыкальный турнир прошел в формате онлайн. «Приветствую всех участников конкурса «Калина Красная». Успедаю, друзья, очень много доброго. На конкурс прислали больше 2000 заявок. Осужденные со всех регионов страны поделились своим творчеством. Во второй этап вышли 280 участников, и лишь 22 из них вырвались в финал. Их признали лучшими на всероссийском уровне. Среди победителей – барнаульский осужденный Алексей Федотов. Его песня «Деревня юности моей» не оставила жюри равнодушным. Конкурс «Калина Красная» – это крупная акция, посвященная реабилитации осужденных. Большинство участников и финалистов «Калина Красная» после освобождения смогли адаптироваться к жизни в обществе и продолжить заниматься творчеством. Заболевания слюнных желез стали чаще встречаться у жителей Алтайского края. Одна из причин – последствия коронавирусной инфекции. Это накануне обсудили на Международной научно-практической конференции по стоматологии, посвященной 30-летнему юбилею кафедр стоматологии. В юбилейных мероприятиях поучаствовали гости из Москвы, Уфы, Бишкека, Минска и Махачкалы и наша съемочная группа. Медицинский университет распахнул свои двери для ученых и специалистов стоматологии. Здесь прошла международная конференция, посвященная 30-летнему юбилею трех кафедр – хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, терапевтической и ортопедической стоматологии. В 1993 году они были реорганизованы из одной кафедры стоматологии, и вот сегодня небольшой юбилей. Мы стали готовиться к нему практически год назад. Нужно сказать, что в постковидный период такое значимое, такое представительное мероприятие, оно впервые. Я даже бы сказала так, что корифеи стоматологии мне говорят о том, что в принципе вообще столь значимый состав докладчиков в Барнауле впервые за всю историю. Это ведущие ученые стоматологического сообщества России и ближнего зарубежья. География широка. Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Омск, Махачкала, Бишкек, Минск. Конференцию посвятили профессору Владимиру Семенникову. Он стоял у истоков создания стоматологического факультета. Он был прирожденный ученый, прирожденный педагог. Он не мыслил свою жизнь без университета. Он придумывал различные методы лечения стоматологических заболеваний, что подтверждено 39 патентами, авторскими свидетельствами на изобретение именно новых методов лечения стоматологических заболеваний. В дань памяти о профессоре написали книгу «Стоматология за 30 лет шагнула далеко вперед». А основной темой конференции стала сиология – учение о заболеваниях слюнных желез. Практически все здоровье полости рта, оно зависит от качества слюны, от его количества, понимаете. Поэтому этот орган, он объединяет все вилистоматологии как таковой. Если можно так сказать образно, он создает экологию полости рта. От нее зависит состояние эмали живой и так далее, и так далее. Мы стараемся эти уникальные знания, которые мы накапливаем, аккумулируем, собираем врачей разных специальностей для того, чтобы их решать. Вот этот опыт передавать в регионы. Опытных специалистов в данной области мало. Заболевания слюнных желез чаще всего хронические, а причины имеют врожденные предпосылки. В постковидные времена это особенно актуально. Вообще ковид, он развивается в малых слюнных железах. То есть изначально стоматолог – это тот человек, который контактирует с очагом инфекции и очагом развития ее. Поэтому все, что находится в полости рта, безусловно, страдает. И восстанавливается или нет, мы изучали на своих студентах, на волонтерах. Молодежь очень быстро восстанавливается. И тем не менее есть выделенные последствия. Более зрелое поколение до сих пор испытывает определенные нарушения и трудности функций слюнных желез, подчеркивает эксперт. Однако такие конференции позволяют специалистам Алтайского края получить бесценные знания и опыт. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. Парк Изумрудный продолжает акцию «Народный парк». Она уже получила широкий отклик у жителей краевой столицы. В первый день акции собрали полный автомобильный прицеп самых разных растений – многолетние астры, хризантемы и флоксы. Лилейники сортовые, ирисы сортовые, различные, низкорослые, высокие. Вот сибирские бородатые вот эти вот красивые, прекрасивые. Потом «Энотера». Ну, традисканцы – это такой более, хочется покров, ну, как, типа вьющийся такой штучка. А вот это вот айва японская, очень красивая тоже. Сейчас идет такой период подготовки к зиме, и на своих приусадебных участках, на дачах люди разрушившиеся растения удаляют. А мы просим, давайте поделитесь ими с парком. Единственное, мы просим, чтобы эти растения были многолетние. Вот акция будет не только по сбору растений, но и по высадку. Поэтому мы приглашаем и коллективы, которые готовы поучаствовать в этой работе, тоже с удовольствием примем помощь вот в этом деле. И сделаем парк еще более зеленым, еще более изумрудным. Первые растения уже высадили. Добавим, акция «Народный парк» в Изумрудном продлится до конца сентября. Что сложнее – писать о профессиональном спорте или заниматься им? Ответ на этот вопрос выясняли журналисты Алтайского края во время товарищеского матча с баскетбольным клубом «Барнаул». Чем закончилась встреча, расскажет Данил Кузнецов. Перед новым сезоном баскетбольный клуб «Барнаул» ожидала одна из самых сложных игр за последнее время. Противниками сборной стали журналисты Алтайского края. Такие неформальные матчи – это некая традиция. Они могут быть еще, к примеру, с болельщиками. Однако со СМИ у клуба «Барнаул» особые дружеские отношения, помогающие улучшать спорт в нашем регионе. Что-то замылилось, и мне напомнили. Это было несколько лет назад, когда мне смешники говорили о том, что нужно вводить абонементную систему. Нужно вводить абонементную систему, которая будет, например, привязана к местам. Думаю, хорошая идея, мы это можем себе позволить. Мы это можем осуществить и сделать именно в этом зале. Вот простой пример. И поэтому вы сделали? Да. Подобный матч с журналистами клуб проводил и в прошлом году. Тогда встреча закончилась в ничью. Однако теперь команда СМИ стала сильнее. Предчувствуя нелегкую игру, один из соперников не выдержал и перешел за сборную «Акул-Пера». Даже предложил свою тактику. Ну, я думаю, будем стараться находить открытых игроков, открытые броски, пытаться забивать легкие мячи. Пока, может быть, ребята-баскетболисты разомнутся, проснутся. Может быть, удастся какие-нибудь полезные действия сделать. СБК «Барнаул». Вам желаю остаться всеми живыми и невредимыми, потому что соперник серьезный. И вы это сейчас все поймете. На путьстве оказались пророческими. Игра походила на кошки-мышки, где главными хищниками, конечно, были журналисты. Хотя поначалу они дали фору баскетболистам и старались не вырываться по очкам. А как тут не потеть, когда мастера, подобно Дмитрию Дроздову, выполняют такие легкие забросы в кольцо? Да, я даже успел попасть. По-моему, даже в трехе попал. Ну, я думаю, кто-нибудь из великих баскетболистов мне бы пожал бы руку за это. Вот прикольно. Вот этот вот фрагмент видео мы потом, наверное, тебе покажем. Поставишь в рамочку? Естественно, в рамочку и на полочку, где у меня все фотографии я это поставлю. У меня уже есть одна фотография, где я забил и держу палец так. Теперь это будет вторая фотография. Лишь ближе к концу сборная профессионалов наконец разыгралась и начала наверстывать пропущенные мячи. Понемногу использовали тактику, которая, возможно, обеспечит им выход в восьмерку лучших в новом сезоне. Мы работаем над быстрой игрой, потому что так как у нас состав молодой и есть силы бегать, прыгать, будем над этим работать, чтобы всех перебегать, быть самой быстрой командой Суперлиги. В этом году у региональных журналистов таки получилось буквально выиграть эту победу. Разница всего лишь два очка. Не зря же мы целый год тренировали руки во время написания текстов. Ну а если серьезно, то мы, конечно же, желаем успехов в грядущем сезоне нашим ребятам. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 23 кнопки и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!